В Армении за кулисными постановщиками разыгрывается настоящий политический фарс, и местом его действия снова стали площади и улицы, где много людей и мало полезного действия. Толпа жаждет крови антигероя, который, как говорит обыватель, похоронил надежду будущего. Никола Пашняна готов прибить кто угодно, видя в нем олицетворение зла и национального позора. Премьер признает, что страна угодила в яму, пришлось пережить горькое поражение, повлекшее за собой череду серьезных срывов. И, как это обычно случается, никто не желает служить, хотя в его словах и обращениях содержится рациональное зерно. Он просится отечественников встать лицом к лицу с реальностью и признаться, что ошибки совершались на протяжении долгих лет, и наряду с ним ответственность за происходящий кошмар несут и его предшественники. Трудно с ним не согласиться. В самом деле ошибки последних лет имели системный характер, и Армения, тиша себя мифической победой Первой Харабахской войны, медленно двигалась к краю бездна, не замечая, что страна, по милости нерадивых лидеров, держит путь в никуда. Трудная ситуация приводит в движение не только авантюристов, но и ответственных людей, которые погружаются в глубинные раздумья в поисках ответа на сакраментальный вопрос «что делать?». Надо признать, что одной из серьезных причин, повлекшие за собой разрушительные действия, стала тотальная ложь, которой увлеклись прежние руководители Робот Катерян и Сэш Сарксян. Замалчивая реальные нужды страны и его народа, они поставили на поточную линию мифы и инсинуации об особой роли Армении в регионе, ее несметных возможностях и, самое главное, о торжестве демократии, которая, дескать, стала универсальным регулятором жизненных процессов. Сегодня в Армении находятся мыслители, которых очень заботит ориентация национального пользователя на информационные потоки, идущие из азербайджанских и российских источников. За российские, мол, ведь словечко не имеет смысла, хотя есть на что обратить внимание. Говоря лапидарно, поседающие в московских покоях Габриэлянова, Симоняна, Бабаяна, не говоря о Соловьевых и Карнауховых, медвежьей услугой только потолкнули армянский шар, который так и катился по наклонной вниз. Азербайджанский информационный сегмент неизменно вызывал в армянских кругах чувство остервенения и злоба. А военно-политические круги страны с иронией воспринимали контент, высокомерно полагая, мол, у проигравшей стороны по определению не может быть трезвого взгляда на положение вещей. Представляя себя в образе вечных победителей, политические деятели лишь с удовольствием воспринимали то, что ласкало слух, а все альтернативное отвергалось с порога. Между тем информационная волна из азербайджанских источников, отображая принципиальную оценку по региональным и внутриармянским процессам, несла в себе довольно значимое здравое начало. Будь армянские пользователи в здравом уме, сделали бы необходимые выводы. Стоило им заострить внимание на глубинных, внутриармянских проблемах, на засоренности гражданского общества, которого водились за нос лидеры преступного карабахского клана, в ответ шла злобно-желчная реакция. Дескать, в стране все идет своим чередом и нет поводов для беспокойства. На деле же в Армении разрастался информационный обвал, ибо власти превратили эту важную сферу в придаток своих неуемных амбиций и опасных планов. Даже сегодня, когда все в регионе встало на свои места, идет массированное оболванивание людей. По-прежнему на все, что имеет на себе печать азербайджанского, армянский пользователь смотрит с опаской и недоверием, хотя Баку настроен прагматично. Если задаться вопросом, в чем сегодня армянское общество наиболее остро нуждается, пожалуй, наиболее правильно было бы ответить так – в разумной информационной политике. Азербайджан, восстановив справедливость на своей территории, не уклоняется от диалога с Ереваном. Наоборот, предлагает наведение мостов тех самых, которые были сметены армянскими мракобедцами. Собственно, премьер Пашинян призывает соотечественников к благоразумию, чтобы не теряли связи с реалиями, вооружались бы рациональными идеями на предмет сосуществования с соседями и в управление положения внутри страны. Судьба армянской власти – это бесспорно внутреннее дело самих армян. Им решать, кому доверить управлению страной в проблемное время. Однако подогревать реваншизм, прокладывать дорогу к новой войне, наконец и далее видеть в Азербайджане заклятого врага, воспринимая в штыки все, что транслируется из Баку, может лишь усугубить критические тенденции. Пока ереван бурлит, и люди требуют отмщения за провал. А провокаторы удобно замаскировались, занимаясь разрушительной информационной подпиткой положения, чтобы не установилось спокойствие. В трудной обстановке нагнать градус нестабильности – самое доступное и простое дело. Совсем другое – найти золотую середину с ключом для разблокирования. На этом пути функциональную роль играет разумная информационная политика, которой у Еревана пока нет.